Этот сезон, наверное, будет плохой, потому что в связи со всем этим пиздецом супер гуд. Ну это пиздец какой-то просто. Ну сколько можно? Ну это у меня вино дороже стоит бутылка, блядь. Иногда. Да, мне было страшно, но я это сделал. Я не хочу это видеть, я… Ты же наш, сибирский. Почему такой выродок? Уехать не уехать. А чё делать? Валить не валить. Мне надо было яйца на стол дожимать. Ну какая разница? Ну вот какая разница? Блядь, заплакать. Очень обидно и очень жалко. Роль личности в истории. Это все мифы, это все мифы. Никаких фактов ни у кого этих нет. Вот нахуя тебе чтобы что? Это очень пиздец. Это очень жалко и это очень обидно. Нихуя себе. Я не мог в это поверить. Это было невозможно. Я спорил со всеми. Блин, как я за него переживал. Это было очень мощно. Да конечно мы все виноваты в этом пиздеце. Всех судей нахуй. Прям всех, понимаешь. Ну не кайфно. Это страшная штука. Ты будешь первым, кого оттуда уберут. Ну как бы похуй. Кому нужен? Круто. Да это ж круто. Есть грех. Обрадовался. Не по-христиански это было. Ну и я как будто не совсем понимаю, как это работает. Ты, блять, можешь себе представить? Я, если честно, я обрадовался. Это было не просто смело. Это было пиздец, как смело. Сергей, харе. Ну вот харе. It's ok. Это то, за что он будет гореть в аду. Копейки. Совершенные копейки. Верх кощунства. Сомнительно, но окей. Там классные ребята, продвинутые, молодые. Прям вот они классные. Я реально прихерел. Простите за пафос. Нихуя. Вот просто НИХУЯ. Все. Я хочу, чтобы остановился весь этот пиздец. Окей, окей, окей. Я заткнулся. За пути нахуй. Все. Москва слезам не верит в этом смысле. Они там смотрят по каким-то другим критериям своим. Какая-то белая ворона. Ну ты реально лучше. Вот что, как мне с этим жить? Мне сказать иди нахуй. Мне кажется, он сам в шоке. Понимаешь, такой ини-янь. Категорически не согласен. Мы любим вот такие формы, форматы. Оп, вот же суки, вот получите. И он не мудак, он хороший человек. Это его работа. Мне похуй. Я так чувствую. Ты сумасшедший. Ты реально сумасшедший. Какие решения? Так хороший, да, аргумент? Это такая легкая формулировка. Я сейчас боюсь что-то еще сказать. Молодцы. Посмотрим. Дай им бог здоровья. Заебись. Это, конечно, печально. Мы их сделали. Но это ладно. Мы их обгоним, мы их купим. Блядь, а как смывать? Тоже в рваных джинсах, там рыжий и красный. Я ссыкло или я не ссыкло. И это пиздец. Всем пофигу, они там эмпатии это не вызовут. Они же не дураки там. Они, блядь, это стрёмное заявление от чувака от этого. Он как бы, ну, авторитет для этих людей. Помню, что ноги отморозил. Было очень холодно. Похер. Не хочу. Не приглашайте меня. Ну, давайте мечтать. А можно быть реалистом. А реалистично это никогда не будет. Объяснил. Надеюсь. Всем привет. Ну что ж, поздравляю всех нас с завершением первой половины сезона. Это был достаточно интересный отрезок. И вот такой оперативный и местами забавный разбор сезона. На неделе, я думаю, еще продолжим в более серьезном формате. Ребята, обязательно подпишитесь на мой телеграм-канал, потому что сейчас не очень хорошие вещи происходят с ютубом. Удаляют видосы с рекламой, блокируют целые каналы. В общем, ютуб, похоже, всерьез настроился изжить футбольный сегмент полностью, хоть чистую. Ну, так если блокируете за рекламу, хотя бы монетизацию какую-то как-то включите. Ну, то есть, а как вообще работать? На что вообще кушать? Никаких альтернатив платформа не предлагает. Так что часть контента будет переноситься в телеграм, чтобы проект хоть как-то держался на плаву. Поэтому обязательно поддержите нефутбольную страну, поддержите меня, подписывайтесь на телеграм. Также на предстоящей неделе там будем подводить итоги сезона, выбирать, кстати, сборную лучших игроков. Вы будете голосовать по разным позициям, по разным линиям. Ну, в общем, как-то так. Спасибо вам за просмотр. Увидимся!